Приветствую вас, дорогая церковь! Мир вам! С вами очень приятно здесь быть и вместе открывать Слово Божие, вместе изучать и извлекать уроки. Сегодня будем филиппийцам 4 глава, пару стихов. Хорошее напоминание всем филиппийцам 4 глава с 10 по 13 стихи. Павел раскрывает нам секрет один, секрет удовлетворения, как нам быть счастливым в жизни. Он пишет с 10 стиха, прочитаем, он говорит так. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю, это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Говорят, тут недалеко местный пилот летал, и всегда его, ну, ко-пилот, кто с ним летал, замечал, они взлетали, и он все над одним местом кружился, так смотрел и дальше летел. И он наконец-то один раз спрашивает, ну, слушай, ну, все ты смотришь вниз на это место, что ты там видишь каждый раз. Он говорит, знаешь, я когда был маленький, я там на той реке рыбу ловил и все смотрел в небеса, вот как самолет взлетает, и думал, я хочу быть пилотом, я хочу летать. А теперь я смотрю туда и думаю, а я бы рыбу половел. Все хочется то, что у нас нету, хочется что-то другое. Как человеку найти удовлетворение, чтобы быть довольным, чтобы быть счастливым в том, что Господь ему дает в этот момент. Знаете, Павел тоже, он не всегда был в таком состоянии, как он тут уже пишет, уже с релом, уже измененный Христом. Было время в его жизни, когда его еще Савл называли, когда в него столько много было вложено, такая перспектива была, карьера, а недоволен был. Мешали ему эти верующие, христиане, как они себя называли, все его не хватало. Жил он в состоянии гнева, недовольствия, но Христос его изменил, и теперь он уже в совсем других обстоятельствах, уже заключенный в Риме, двигается тут цепи, тут солдат стоит, но он пишет, я доволен. И Тимофею пишет, 2 Тимофея 6 говорит, великое приобретение, быть благосчастивым и довольным, в другом переводе удовлетворенным. Как нам иметь тоже такое полноту в сердце, радость, удовлетворение во всем, что вокруг нас. Итак, три короткие мысли, я хочу предложить нам из этих стихов, конечно, тут можно и больше взять. Ну, первое, это радоваться воле Божьей, радоваться воле Божьей. Он говорит, я весьма возрадовался в Господе. То есть, не то, что мне наконец-то уже пришла ваша помощь, не то, что я вот знаю, что вы в вере, не то, что все это был рад, конечно, он этому, но он говорит, я именно в Господе возрадовался, что он в вас продолжает работать, что он дает, что он все-таки над всем этим находится, что Бог все-таки есть Бог сегодня. Он все-таки есть суверенный, он контролирует все. Но часто мы теряем радость, наше удовольствие, потому что мы стараемся контролировать все. Мы стараемся все наладить, мы стараемся все сделать правильно, мы планируем, мы отлаживаем деньги, мы на 401k собираем, мы на пенсию отлаживаем, мы в детей влаживаем, мы строим идеальный дом, покупаем идеальную машину, ресерч сделаем, чтобы все правильно сделать. Влаживаем в детей и думаем, мы должны правильно вырасти, вроде бы все правильно сделал, мы делаем планы на 3, 5, 10 лет, чтобы было все разложено и стараемся по них жизнь. Некоторые из вас очень дисциплинированные, слава Богу, а потом все рушится, а потом что-то не получается и все счастье уходит, потому что, ну кажется, все было под контролем, а не получилось. Почему так? И теряется радость, и теряется мир в сердце, удовлетворение, и забываем мы иногда, что оказывается все в руках Бога было. Он все контролирует, что он допускает от него, это напоминает историю Амана, когда он смотрел, и все ему уже кланялось, все было у него в руках, а тут этот Мардахей не кланяется, и у него мир потерялся, и у него гнев, и он не может спать, и у него все плохо, и все кажется ему так было нормально, а вот именно не смог контролировать он Мардахеем, и так ему все, жизнь горько стала. Я думаю, мы часто знаем, что Бог имеет под контролем большие вещи. Вот большие наши проблемы, мы как-то, ну Бог здесь, я уже ничего не могу, это ты. А иногда, знаете, сатана нас бьет по самым мелочам, самые мелкие вещи. И у меня Аня дала разрешение сказать этот пример. У нее тетя умерла недавно от рака, вот, и в общем у нее, ну так тяжело, и дядя от инфара, потом через два года вот ее жена умерла от рака, и дочь их умерла, тоже недавно молодая. То есть, ну, очень тяжело вот так в семье, смерть за смертью, за смертью, вот. Я смотрю, ну, недели она как-то, ну, нормально воспринимает, держит, держится, ну, как-то это все переварило хорошо. А потом смотрю, на следующей неделе что-то, ну, хуже, хуже, хуже как-то настроение, и, в общем, видно, что давление какое-то, pressure такое, ну, тяжело ей. Вот, и я спрашиваю, почему она наконец-то расплакалась, говорит, да, кот занес блохи в дом. И это все дало, все расстроило. Кажется, здесь была смерть. А вот он занес, как-то кто-то не проследил, он занес, в карпет попали эти блохи, и они начали, и, короче, надо было потом, ну, все это брызгать, вымывать, звать компанию, вот. Ну, и вот эта маленькая вещь, и потеряли контроль. Кажется, дом был чистый, а вот эти маленькие, они сделали так, что полностью мир пропал, что они оказались как бы даже больше Бога в нашей жизни, какая-то блохая там. И так, так, сразу удовлетворение потерялось. Хорошо помнить, что Бог даже над этим, даже над этими маленькими вещами. Он все это видит и допускает, и учит, и через нас это готовит и совершенствует, чтобы мы могли больше Его поднять, больше Его благодарить, больше к Нему приближаться, даже через эти маленькие вещи, которые мы не можем контролировать, но знаем, что даже над этими Он стоит. Вторая мысль, Павел говорит, научитесь справляться, научитесь справляться, он говорит в единственном стихе, ибо я научился, я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод и быть в обилии и в недостатке. Оказывается, здесь еще научиться надо. Здесь процесс идет навыка. Один минонит смотрит, к нему новый сосед заселяется, какой-то человек достаточно богатый, и смотрит, приезжает этот грузовик, этот бакстрак, и начинает оттуда выносить дорогую мебель, телевизоры, компьютеры, плейстейшены, всякие там, всякие игрушки его, все эти вещи интересные, выносили, выносили, а он потом смотрит, уже заселились, он подходит, стучится в дверь и говорит, слушай, друг мой, сосед, если тебе что-то не хватает, ты мне только скажи, я тебя научу, как жить без этого. Он говорит, у меня ничего нету, и я живу доволен, я тебя тоже могу научиться, если что-то не хватает, ты мне только скажи, я тебя научу. Иногда нам нужно тоже учиться. Павел говорит, научись. Научись жить без лишнего. Научись жить с тем, что Бог тебе дает. Удовлетворение, знаете, это ненатурально, может быть, людям греховным, не возразившимся, потому что всегда нам что-то хочется, всегда больше производили одно изучение такое, исследование, и старались понять, что дает людям радость, почему некоторые счастливее, какие нет. И один сигнал такой нашли, он интересный. Оказывается, люди более всего счастливые, когда, говоря о невозрожденных людях, когда у них чуть-чуть больше, чем у соседа. Они в Мексике будут, но у них забор с кирпича, у того и соломы. Они в Америке, у них на два скверфут больше дом. Но главное, чтобы чуть-чуть больше, чем у соседа, и они уже довольны. Часто всего наше сердце такое, оно вот занято этими вещами, и смотрим, а у него чуть-чуть больше, а у нее там лучше, а у там красивее. Особенно смотря на соцсети, где у всех и прически самые хорошие, и векейшн лучше, и дети все послушные, и думаешь, а у меня нет. И не научились мы немного жить в довольстве в том, что Господь нас благословил. И забываем мы заповедь последнюю, на котором так Господь через Моисея поставил точку, говорит, не желай. Да, начинал он, люби Господа всем сердцем, но в конце он говорит, не вожелай то, что у соседа, не вожелай то, что у других. Оставь это им, это то, что я дал им. А ты радуешься, чувствуй удовольствие то, что я тебе дал. Это твое благословение. Это я дал тебе. И Павел напоминает, говорит, научись. Научись жить то, что Бог тебе дал. А то, что чужое, это не твое. Научитесь справляться. И последний пункт такой, говорит, жить надеждой на Христа. Хочешь жить удовлетворенным? Хочешь жить счастливым? Надейся на Христа. Тринадцатый стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. В нем я могу. Без него, получив обучение, имея хорошую станцию в Иерусалиме тогда, все это все равно не было. Но во Христе, когда Христос входит в нашу жизнь, Он все меняет. Все встает по-другому. Джон Уэсли, когда это был известный реформатор такой, ему было 21 год, еще молодой, ходил в Oxford University, и он описывает одну историю, которая на него сильно повлияла, когда он еще был молодой. Тогда молодые люди часто, особенно кто такие ученые, они очень гордые. Он был сам себе на уме. И, проходя по городу, он видит, познакомился с одним porter, то есть человек, который в этих отелах, он носит людям вещи в комнату. Они немного получают. А этот мужичок, он вообще бедный был. У него только то, что на себе было, этот костюмчик, который ему дали. А даже постели не было, где спать. Ему там давали ложиться. И он там работал. Но он был чрезвычайно радостен. И Джан его тогда, ну, с ним разговаривая, так даже в шутку сказал, ну, за что ты, Бога, будешь сегодня благодарить? А тот посмотрел на этого молодого студента, улыбнулся и говорит, дорогой мой, я благодарен всегда. Он мне дал то, что мне нужно для жизни. А главное все, он мне дал сердце благодарное. И больше мне ничего не надо. Мне дал сердце благодарное. Он изменил меня. И дальше уже не важно, есть ли у меня кровать, нету кровать. Говорит, мне дал самое важное, новое сердце и желание ему служить. И говорит, Джан потом запомнил навсегда, что не важно, что ты имеешь, а важно, что внутри. Важно, в каком состоянии сердце. И теперь, когда, знаете, все вокруг разваливается. Дети больные, собака, убежала, на работе уваляют, на банковском счету ноль, Билла надо платить, машину забирают. И кажется, вся жизнь можно разваливаться. А сердце благодарное. И уже все остальное не важно. Уже мы понимаем, что мы можем все во Христе это пройти, потому что для нас мы имеем то, что ближе всего к нам, то есть мы имеем Христа. А через Христа мы имеем прямой путь к Господу. Мы полностью, наши отношения с Богом теперь налажены. На этом хочу просто вот подвести очень важный урок для каждого из нас. Мы можем иметь полное удовольствие, полную радость только во Христе. Мы это все понимаем. У нас недавно вот едем домой после собрания, и тут вижу, сосед едет на four-wheeler. А он, мы там уже 2-3 года живем в этой местности. Я часто вижу, он там со своим сыном раньше ездил, у него один сын. Он работает на государстве, там где-то в милиции или в prison system работает. Вот он хорошо получает, купил хороший дом прямо на воде. У него там единственным, кто там в этой местности, ему разрешили построить там такой мостик, прямо на воду у него лодка. И он все устроил, у него хорошая пенсия будет, он retire early как government worker. И у него все сделал, все в жизни построено идеально. Сын растет здоровый такой, смотрю, ну хороший парень, вот его слушается, они вместе время проводят. Выстроил жизнь, ну красиво, идеально. Все вот будет скоро выходить уже на пенсию. А так он едет, я слышал, что у него какие-то проблемы были, я тоже остановился, окошко спустило, он на 4-wheeler едет, так еще как-то интересно, наискоса. И мы начали с ним разговаривать, он говорит, я не знаю, если ты слышал, у меня недавно на работе был строк. И я упал, головой ударился, у меня парализовало пол тела. Вот почему я так на 4-wheeler, он едет одной рукой, только вот может ехать, и не может даже полностью сесть. А потом он расплакался, говорит, а месяц назад мне сказали, что у меня рак. И я не знаю, сколько я еще буду жить. Человек всю жизнь построил, а теперь умирать, а он не готов. Ему страшно. Говорит, мне 53 года, он сидит на этом 4-wheeler, плачет. Говорит, а уже я не знаю, что дальше. Всю жизнь он готовил, ставил, все было под контролем, все вроде было сделано хорошо, а жизнь заканчивается. Рано. С другой стороны, мы пошли с моим сыном венене, он бургер захотел, пойдем, говорю, купим тебе. Сидим, там где кетчуп раздают, смотрю, один из наших деконов тоже, где-то так 50 с чем-то лет, подходит, набирает, он меня увидел, я его, мы поприветствовали, смотрю, он там с женой, это у них там как бы такой дейт получается, он кетчуп набирает, и мы разговариваем, я говорю, вы отлично выглядите, вот какой ваш секрет, так пошутил, он говорит, слушай, Петро, у меня уже 4 раза рак был, последний раз мне сказали, ну, remission может быть опять хорошо, но я не знаю, я не знаю, но ничего, все в руках Бога, и с улыбкой, всегда довольный такой, пошел назад с этим кетчупом, дальше они там беседуют, и какая разница, человек, который то же самое прошел, какие, сколько там его и оперировали, и химия, и терапия, и все, и он живет спокойно, в ожидании встречи со Христом, удовлетворенный, рад, зная, что он полностью в сердце имеет мир, и Христос его спас, он имеет отличное отношение с Богом, и человек, который полностью потерянный, хотя все имел под контролем, все он сделал правильно, хорошую работу нашел, семью вырастил, все у него было, а сидит и плачет, потому что будущего нет, дай Бог нам милость, всегда радоваться воле Господа, научиться справляться с тем, что Он нам дает, и жить надеждой только на Христа, это самое великое приобретение, быть во Христе, быть спасенным, иметь вечность. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok